ну все погнали ну чё заставочка будет какая-нибудь бандай нам к принять анализ данных мне это может помешать тому же стримом не удалось подключиться к серверу сервер временно отключен так даже лучше да у мышки почему-то автозахват новой цели нет это захват целью нет целью мне вручу ладно так окно без рамки будьте добры это счета видно что не очень а я это в настройках геймпада смотрю так все альтабайцы нормально все равно мышка как будто видите на миллиметр ниже чем а два миллиметра ниже чем должно быть ну ладно клавиатура и это параметры именно игры не настройки геймпада знаете я думаю может название стрима написать что мы играем на клавиатуре а то всегда же все удивляются потому что я играю не на геймпаде пускай удивляются дальше давайте спробовать новая игра настроить якорь чтобы слева справа стало едва заметно более-менее мммм окей сервера не работают нупп поездолочен ну я вижу шестьдесяточку бродяга воин герой бандит астролог пророк самурай заключенный духовник и духовник мерзавец я геймпад подключен это конечно ну мне нужен что есть бродяга а выберите его сложение а б это типа парень тян тян конечно уровень жизненная сила мудрость ловкость сила стойкость ну щит есть хорошо вера не очень высокая так в целом основные параметры норм меч или барда это магия ну я хотел паладина значит наверное воин два меча щиток маленький вера колдовство восемь девять мудрость десять здесь послабее остатки кстати целом чё тут еще есть давайте посмотреть дальше герой жизненная сила колдовство одиннадцать с топором сила шестнадцать неплохо бандит на явно ловкости астролог это чистый маг мудрость шестнадцать колдовство девять интеллект пятнадцать окей пророк жизненная сила интеллект сила ловкость вера шестнадцать вот я бы хотел какого-нибудь паладинчика ну чё-то статки меня но я в паладина хочу выйти через обычного воина скорее всего это самое логичное я люблю за танков играть заключенный интересно что это такое мудрость ловкость ну это грифит о подожди в игре есть духовник может быть это то что мне нужно вера четырнадцать интеллект тринадцать десять 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 двенадцать сила ловкость а давайте вот возьмем духовника звучит как то что мне нужно настоящий паладин да может быть чутка сложновато поначалу с магией вместо меча щита но ум 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 духовники по дизайну это ассасины да нет мечит все нормально вроде бы магия волдын ринге имба схождение это не так лан телосложения б возраст юный и зрелый пожилой выбор не очень большой пока духовник а вот здесь написано кстати воин скача племени судьбу по звездам выпускник школы магии духовник церковный разведчик предпочитающий действовать скрытно мастер меча и молитв ада не совсем тот паладин который мне нужен мастер боя на двух клинках надежный как его доспех мастер секира превосходно владеет луком не на лук какой-то отстой маг слишком долго создаю перса перс первого уровня 10 все чем мать родила да ладно давайте духовник просто попробую не было трассы в рыцаре упарываться все равно сами разберемся со статами сойдет реликвия прошу всегда осталось позади медальон с багровым янтарем повышает максимальный запас звучит неплохо позволяет получить много рун укрепляет священные фляги на прах крошечных бесов горят в нем живут духи емкость для определенных предметов и восстанавливающихся тресных треснувших горшка мечевидный ключ ключ ломает печать на статуях бесов но его нельзя будет применить повторно чародей с чародейная ветвь полных сил и повышается причем физ урону пять кусков отварного мяса к отварного мяса креветки зумное подобие аристократ которого лишили глаз шабри или провоцирует во врагов во время боя диагон с багром янтарем нормально плюс хп в них как я считал это помесь меча и магии 50 на 50 ну вот мы и попробуем вера 14 примерно об этом я и думал в этой игре выберите основной шаблон измите внешность для ночной человек когда-то считалось что в жил хот вам не многочисленного племени текло что-то жизнь эти у людей обычно коротка драконянка застывшие лицо почитателя древних драконов вместо жесткого и кровавого далекая обособленность страны ну при придется брать церковника аристократку честно говоря менять внешность я хочу послушать нельзя нет давайте быстренько глянем чё тут я не фанат выбирать настроек себе персонажа но видимо достаточно много настроек разве что волосы посмотреть до старые кстати ок у нее розовый волос восхитительно плюс забора до борода вас блеск яркость корней седина куча всего но мне уже хочется играть сойдет сохранить обычный персонаж на из сохранил шаблон внешность возраст тип да все поехали дайте ему имя а мне не дает на английский сменить но буду по-русски персонаж называть она а да тоже абсолютно то же самое было в третьем дарк соулся один в один мы когда создавали персонажа чтобы включить английский надо было выйти включить английский в контрол c контрол v работает можно было попробовать кстати ну хз а теперь не закрывается все не поиграем дарк соулс ой велден ринг простите все все поехали боже мой так английский стоит все входим на английском языке в настройках в третьей закладке можешь поменять геймпад на клаву чтобы не показывал привязку кнопок геймпада и клавы спасибо большое это очень важный момент я сейчас посмотрю ну как тебе игра я пытаюсь я пытаюсь в нее зайти пока что может внезапно серваки заработали не ну и ладно не будет не будет так настройки в какой в третьей вкладке играет hdr интерфейс устройство для экранах подсказок клава мышь а да вау но это прогресс это явно прогресс интересно мои шаблон загрузила сохранился вон сохранился все их только цвет волос поме назад а я могу называть персонажа ура да погнали наконец 7 минут прошло 8 сколько 14 минут уже реликвию не взял ну и с ней найдем какую-нибудь а а это новый воскресенье колец а это новый воскресенье колец а а а а а а а а и в и suppose а и у вот И в ночь с черными ножками, Годвин Голден был первый, чтобы уничтожить. Время, Марика, Деми-годи, все, обозрели шаги. Продолжение следует... 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 Нет, здесь должно быть какой-то другой, наверное, прыжок Нет, ладно, сейчас разберёмся с обещанием, я думаю Как с оптимизацией, честно, я вот вижу 60 А такое чувство, как будто у меня... Не поддаётся Буква F на клаве прыжок О, да, работает, вот оно Ну, это удобнее, чем в прошлой части было, да? Такое чувство, как будто 59, условно говоря То есть я вот прям кручу картинкой, и как будто она чуть-чуть теряет эти Феписы, ну ладно, посмотрим В бою надо изучать Ладно, жесты можно, да? Меню карты, я внезапно карту открыл Где находитесь, изучить местность Допустим Я хотел жесты какие-нибудь, я хотел помолиться, типа Вдруг сразу же открою какую-нибудь секреточку крутую Парирование Жесть какой-то жест Где жесты? Статус Статусы, посмотреть свой уровень Не, послание, создание Своя игра А вот же жесты Сумка Вспоминания Благодати Срочное лечение У меня есть Поступ Убийцы И все Ладно Я ведь чуть не прыгнул Я правда подумал, что мне туда Ачивка будет Ну, конечно Честно, у меня нет ощущения 60 У меня ощущения 50 феписов минимум Максимум Интересно, мост можно срубить? Видимо нет Так, ну, может тут конец секреточка По-любому надо сюда забежать Ну как? Ну как здесь может не быть секреточки? А где? Где мой лут? Оставь метку игрокам Прыгать Это-то Без Бессмысленно Сетевая игра не работает Секретка прошла Там, где прыгнуть хотел То есть игра еще не выше Но вы уже все знаете, да? Эм Ё Эм Я предлагаю начать С Щита Ага А там уже посмотрим Ага А, да Попытался уклониться А, да Еще Вот, видели просадочки? Видели просадочки? Я видел просадочки По-моему, это сюжетная смерть Но мы запишем Но мы запишем Разве он выходит не завтра? Завтра Его можешь победить Но, скорее всего, можно, конечно Но Но нет Он сам себя разводит на деньги Да ладно Да, правда Ну смерть же была Смерть Не докач Именно У нас даже эстусов нет Лошадка Лошадь и бык Не переживай, Торрен Чтобы это не было Чтобы это не было Ко-какого коопа В пресс-доступе На релизе Без понятия Сейчас коопа нет Вот первая фляга И одна лазурных слез Вопрос там Нужна она мне вообще или нет Так, у меня же, типа, есть Вот эта штука Срочное лечение Я мог похилиться Может быть, зря я в паладину вышел И что еще? Поступ убийца Так ПКМ как раз использует эту обилку Надо их как-то почитать Я же магией вообще никогда не пользовался В третьем соузе Ну, поэтому я понятия не имею Как-то все работает вообще Разберем Загрушает шаги и звук падения Снижает урон от падений Неплохо Останавливает небольшое количество УЗ Ну, костилка Еще раз знание находится внизу Привет Так, главное не писи Не убивать Это важная погасшая душа Пришла пора Учиться и вспоминать Пробуди в себе воина Пусть твоя кровь закипает От жажды битвы Отображение интерфейса Е Класс А Можно мне фонарь? Мне кажется, первое заклинание света Которое нам должны были дать Это какой-нибудь фонарь О, боги Я понял, о чем Миша говорил В своем обзоре Который мы смотрели Видели, да? Эти просадки На 50 до 30 Жесть Еще падать не надо Или там тоже секретка? Но вообще там Можно упасть Давайте вначале посмотрим Что там За дверью Жадная смерть Да Сразу босс был Довольно быстро И Вполне себе сюжетный Местный костер Благодать Страчная благодать Приобретена Вспользуйте Крючный палец Чтобы оставить Золотой знак Призыва Совместная игра Начнет ска Вас призовет Игрок из другого мира Вы вступите в роли Союзника Ваша цель Победить босса Он по сверхней части экрана Поможет отыскать Присвавшего вас Игрока Да Спасибо Очень Очень важно Пойдем обратно Спрыгнем В дырень Давно начали играть? 20 минут Вначале пока Долго персонажа Создавали Чтобы еще можно поговорить Нет? Нет Распользуемые предметы Слушайте Мне кажется Здесь довольно высоко Есть смысл Попробовать Уменьшить Реон падений Где звуки Хождения по воде? Отдых вместе Благодатью Остановят ХП Излечит От недуга Однако А может быть Это работает Моя тихая поступь Спорим Это был НПС В местах Благодати Можно выучить Чарой и молитвы Чтобы сотворить Чарой Воспользовать Посохом Стрелка Верх Есть Как-то Венчар Молитв Тратит Окей Блок Из расхода Всячки У нас То есть Почиряйте Равновесие Да Да Спасибо Повороты Да Да Спасибо Он был Он готовил Свою атаку Мне кажется А привет Мне кажется Надо было Все-таки Туда Немножко Пройти Раз Здесь Обучение Может Там Че-то Было Может Там Можно Было Поговорить С Какой Нибудь Ведьмой Че Сразу Босс Первый А Лучники Понимаю Это О В любом уголке Междуземья Можно найти Фрукты Цветы Грибы Бабочек И прочее Полезное Материал Изнание Махтерев Можешь Создавать Предметы Прикольно Рябина О Первый Щитовик Привет Кто Кто Нам С Мешать Не Будет Смена Оружия Взять Оружие В обе Руки Е Нет Е Плюс Атака Все Я понял Оп 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 Щитовиков Всегда Можно С левой Стороны Обойти Так Е Плюс Атака Да А можно Щит В одну Руку Взять Ну Воденько Ну Пока Изим А Да Добьем Добьемся Сейчас Мавов Ничего не падает Чтобы Что-то Собирать Пока Навыки Shift Плюс Навык Это Особые Возможности Вооружения Бывают Самыми Разными От Мощных Ага Ну У моего Меча Может Ничего Нету Ну У меня Есть Видимо Это Парирование Да Скорее Я готов Попробовать Тебя Впервые В жизни Спарировать Ну Видимо Нет А еще Какой Атаку Давай Ну Правда Ну Я Я Я Не умею Нет И Не уверен Хочу ли я Учиться Как же Быстро Ты Забил Да Может Бит И Френдли Походу Нет Ну Когда Даже Я Встречу Непис Так Это Для Скрытности Что Ли Кусты Удар Со Спины Критический Это Походу Кусты Для Скрытности Дэс Не Парировал Никак Не Не Играл Вообще Через Парирование Типа Зачем Если Дэс Это Игра Уклонений Фрейма Неуязвимости Имба Мощная Атака Шифт Зажать В прыжке Есть Неплохо Кстати О Это Довольно Живучий Такой Зомбарь Был Клин Клинья Марики После Гибели Вы Воскресите В том Месте Благодати Где Отдыхали Последний Раз Однако Погину Вблизи Клина Марики Вы Можете Возродиться И Там Дополнительные Возрождалки Но Без Но Без Сейва И Телепорта Да Для Битвы С первым Боссом Чисто Да Для Битвы С Боссами Допустим Неплохо Наверное Чтобы Ленивые Побегушки Первый Босс Обычный Рыцарь Шифт ЛКМ Сразу После Блокировки Атаки Сразу После Блокировки Уражеского Дара Можете Привести Контратаку Именно Блокировки Или Парирование Имеется Ввиду А Че По вторым Фазам На легкой сложности играем чат Простите Я вам не сказал Но Там Перед входом В игру Когда Ключ присылали На нем было написано Пресс Доступ То есть Изи Модно О Я вернулся сюда Это Типа такая Обучающая Локация Была Чтобы Забрать Что Сила Ясно Ладно Это Это Рили Просто Местное Обучение Было Окей О боже Этот ФПС Жесть Яй Яй У вас Нет Золотых Семь Распределить Фляги Ну Очевидно Что Надо было Уже давно Сделать Больше Хилок Чара И Молитвы Хорошо У меня Две Чейки Памяти У меня Две Ну И Две Обилки Ясно Кротировка Сундука Фляги Скрутать Время Уйти А качаться То Можно Или Сейчас Нельзя Пока Что В этом Сундуке Вы можете Положить Предметы И Забрать Их Оттуда Пальцы Я Три разных Пальца Знак Призыва Для совместной Игры Отправляют Домой Ваши Костей Или Вас Используется Для написания Послания В другие Миры Примените Мечевидный Ключ Давай Попробуем У вас Нет Мечевидного Ключа Понял Похоже На секрет Это Тоже Что Что дает За покупку Deluxe Edition В стиме Когда ты покупаешь Всегда написано Что дает Просто Надо развернуть Информацию Об игре Нужно Можете Почитать Я Понятия Не имею Кстати Мечевидный Ключ Был При создании Не помню Как карта Мы пока Не вышли В open world Так что Никак Смешно Это обучение Выйдешь Из локи Пойди Убей Всадника Ну Ну Смешно Потому Что Блин Ну Обучение Обучение У нас Нифига Силачку Красота За могиле Вот и Open world Пошел Что там По карте G Да Поставить Почеводный луч Закрыть Что за луч Я могу Да Плавучее Кладбище Пещера Знаний Это вот Мы отсюда Вышли Или это Что-то Другое Так Пойдем Вначале Налево Ну Там Какие-то Орлы Сидят Меховое Или Маховое Я не знаю Перо Кусок Говна Здесь Видимо Это Орлы Все Насрали Пляжик Видно За что Ты их Они мне Перо Не хотели Отдавать Че Она дает А вдруг Она полезна Че Такое Вернись После места Благодаря Втраченный Благодаря Материал Для создания Предметов Пока Ну Когда-нибудь Их Старшие Братья Мне Отомстят Где В этом Садника Спереди Увидели Вот Этого Можно Попробовать Это Че Такое Омуты Призыва В любой Местности Можно Эти Фигурки Мучеников Фигурки Представляю Особенно Призыв С помощью Без Труда Можешь Создать Дружеские Или Вражеские Знаки Призывать К Маленькая Золотая Фигурка Блин Я мискликнул Ну Классно Отправлять Дружеский Знак Помните Призыва О Привет А Ну Сейчас Здесь И Восстановим Благодарить Всегда Вела Погаш Их Указываем Верный Путь Некоторые Места Благодарить Источают Свет И Поныне Чтобы Не Заблутать Следите За Золотыми Мучами Ага Это Указывает К Следующему Костру Чтобы Дополнить Карту Ищите Обрывки На Придорожных Обелисках Можете Ноносить На Карту Путеводные Луча Они Помогут Указывает Указывает Свет Можете Постар Путевки Придорожны 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 Двери Придорожны Помогут Туда Этого надо убить. ТАК! НЕП! Ещё что-то? Первый квест? Да, я уже понял, это костры. Но вы можете также видеть ее золотые лица, поискивая в определенной направлении. Это свидетельство Гресси. Путь, который вытаскивает, должен путешествовать. Это приведет тебя к путешествию, даже если это приведет тебя к твоему роду. Гресса свидетельство. Гресса, свидетельство. Гресса, свидетельство. Гресса, свидетельство. Гресса, свидетельство. Гресса, свидетельство. Гресса, свидетельство. Хорошо, я понял, мне в замок к многорукому Голдрику. Стоп, какая там кнопка была посмотреть? Ага, у меня не восстановились хилки. Ща, я восстановлю хилки перед битвой с этим чуваком. Открытать время. Ух, а допустим. Я просто не понял, сейчас утро, день, вечер. Ну, вроде было похоже на день, наверное, да? Все. Бля, флазки есть. Поехали. Ну, давай, поехали. Я готов. Наверное, нет, но... Ну, это похоже на первого босса, да? Угу. М-м-м. Не, почему попал я? М-м-м. М-м. 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 удара делать счет катается тут вокруг он есть было неожиданно но мы будем честны 0 а где дамаг про я с доступом спасибо ударил бежал правила солнца два удара уклонение призы конечно но я сейчас конечно в бою не особо заметил после гибели воскрытие на последнем еще на месте собранные руны останутся на месте ваш кончин погибните вновь не успев подобрать руна то потеряете их навсегда ну мои руны меч две руки м в они нормально дай сюда или до вас открытого мира не уверен что нужно первым бить скорее всего да надо бежать дальше надо забить на этого босса и е да да фетисы да а ваншот ладно мы не будем я не вижу в этом смысла никакого типа full хп а просадки конечно да как будто в слоумоушене он меня убил красиво блин забрать душ теперь будет сложнее кармик нам на бета-тесте травил несколько часов так и не затравил это не обязательно просто понятное дело но его на херст о боже мой открыть собака коза вообще или собака тонкие звериные кости блин ну я походу только животных и гора стабила ладно игра сказала иди на свет я пойду на свет живо до 29 месяц спасибо за риса он стром цигена я думаю мы будем страдать и мы бежим дальше мы хотим если мы все-таки мы хотим играть в рпг как задумано разработчиками приходить на боссов тогда когда ты достаточно сильно прокачан чтобы драться с этими боссами давайте начнем с этого до ты параметр будешь качать все ну кроме интеллекта не знаю не ну все ухи но это тоже похоже на босса с этим я не очень хочу драться да это какой-то пляж у меня сколько вообще карты да то есть я ни одного куска карты тип не нашел первый шаг вчера знаний да блин qq что за прыжки ну вот в игре есть прыжки но забираться как генши нельзя все кроме кос боссы че такое череп че он лежит просто так руна бедняка это наверное обычные души кстати по крайней мере звучит так потому что мы собираем руны позволяет учить немного рун да все местные души называются рунами какой-то данщи сюда вроде бы и ведет этот цвет храм или кто такая или карта позволяет наверно переместиться в любое место открытой благодати однако в некоторых подземельях других областях такой возможности не будет прошу дед мороз меня магазин может покупать различные предметы зарану может продавать предметы и получать руны взамен треснувшие горшки кстати в начале игры можно было взять показывает дружеские вражеские знаки призыва справочник воина кочевника новые рецепты большой кожаный щит 76 блока я кстати не посмотрел сколько у моего щита блока кольчужки летательные ножички телескоп рассматривать предметы вдали может в этой игре пригодится позволяет создавать предметы справочник проповедника новые рецепты давайте попробуем факел может пригодиться давайте попробуем что за справочник просто возьмем посмотрим что нет а я могу на умадик people selling ways as i travel the land has been tainted by madness is the shattering of the elder ring is only tarnished like yourself keep things from drying up entirely let's say you're a very welcome customer рекомендация если конспекта рунс и шибая салфа крафтин кита на озвучить они сэссеншел рели и фликет касса банду и дает мид айдут эйк майкады им пластин thing is that you survive сколько стоил 300 пойдем по убиваем обогнать до гринча похож на не говори усиление оружие найдет стал кузнеца сможете усилить свое оружие с помощью руна кузнечных камней устреть кузнеца который может сделать ваше оружие еще мощнее о чем вообще щит хотя бы сто процентов физы блочит 100 нормально для начала игры очень даже кузнечник камень это для кузнеца воспользоваться с кузнецом усилить оружие нужно усилить до плюс трех также между теми можно встретить кузнеца типа я мог бы качнуть палаш но они два камня надо мне один ну пойдем дальше на свет вот бы каких-нибудь крестьян я не знаю встретить поубивать ради душ а не коз а то козочек меня играет обнулась ёпта вас а он кстати кстати а крестьян это игра играли давно с него чего время воздухе подбирать нельзя сколько до 64 интересно крафтовый набор попробовать собрать с лошади подберешь когда же мне кто-то отомстит за этих бедных кос ломтик мясом он крысы крысы-то будут драться ответ это белки белка крыса не знаю кролики на коде можно кататься как на лошади свин какой-то звук страны а я знаю что такое кажется с этой штуки выпадут куски руды скрабей слез двух видов багровый лазурный побеждайте их чтобы наполнить фляги соответствующего типа однако наполнить фляги можно только до максимума а нет это я понял это чисто для open world до штука чтобы не на костер возвращаться и мобы не рисались чтобы похилить флягу просто подвосстановить так так здорово давай драться ну ну все по мне ударить кстати здесь часа девять камшик какой-то обломок руин и еще обломок руин и еще один сейчас окажется что это камушки чтобы они для создания предметов окей угу ну феписы явно не радуют да интересно услышать не услышат без нашей молитвы на немножечко немножечко кто-то еще мне показалось смола из корня ну пока бегай по миру собирай все подряд двойным мопцов эй а где а да избил его щитом бедняга пещерка какая-то я не знаю сюда ли ведет свет ну давайте заглянем походу что да да лесная пещера простой денег скажи плиз жду ответа я еще ни одного босса не убил ну по опыту прохождения третьего драксауза я первый второй не играл и таких игр тут видишь что-то новое это open world чисто для так а я телепортируется то могу там же говорилось что можно тпшится или я еще не научился храм или места благодати отправиться быстрое перемещение из этого места недоступно это потому что это данж я просто хочу пойти посмотреть что крафт дает чиполу то выпало что-нибудь да пока нет вроде бы вот ну вот главная особенность здесь будет открытый мир и судя по тому обзору у миши кастом сторис который мы уже посмотрели открытый мир будет не очень насыщенным скажем так ну какой-то бихелит вдруг это нпс ну вот это явно враг да видеть цветок не черепашку ваша кажется он набирается забавный мог через одно отверстие вдыхает через другое толкать комар стрекоза так но пока что основное это надо вот эти вот руны бедняка искать в черепах если есть такие светящиеся черепа на их пока конечно непривычно для соузов бегать по открытому миру абсолютно врагов как-то мало ну типа они очень разрозненные не знаю стоят по одному чего стример от кис два раза от рыцаря на лошади и первый раз ну как бы можно сказать сюжетная смерть в самом начале да наверно можно было выиграть но статуя нужно стать проводник и привратник для тех кто возвращается к корням быть может открыла мне босса в том направлении иного знает пока непонятно надо вернуться в руины и купить набор крафт для крафта посмотреть что можно крафт интересно же а потом потом пойдем пещеру исследовать что-то купить купи у них что-нибудь нигде сесть и обречено вечное странство так набор мастера давайте попробуем взять раз уж ты так сильно советуешь это сделать заметка с небольшой подсказкой звучит интересно фляга с чудесным сладом пойдем посмотрим прекрасный выбор хорошо для создания некоторых предметов требуется горшок или другой сосуд а это пустые да можешь создать ровно столько таких предметов сколько емкости у вас есть при себе создание создавайте знаменитых материалов различные предметы изделия призывающего пальца встречаются показывая дружеские вражеские знаки призыва бесполезно стрелы радужный камень восполняет поток у оси если скормить во время езды а поток это лошадь который нам еще не дали бросок назад наносит огненный урон бомбочки следующая бабочка гриб либо дротики можно метнуть врага чтобы нести им урон можно быть при охоте на зверей давайте косточки скрафтим почему нет и заметку какую-то там почитать в инвентаре а и вот это вот еще сейчас этим делать выбросить применить добавлять новые рецепты фляга с чудесным снадобием новая подсказка заметка купленного торговца содержит небольшую подсказку в третьем храме марики к северу от туманного леса до сих пор хранится фляга с чудесным снадобием перейдите мосту большой дороги и следуйте на север по заверении тропе ну квесты прямо как в вове времен английского языка и отсутствия квест-хелпера в третьем храме марики туманного леса но это потом все все погнали тогда в этот данжик в пещеру которую мы видели кстати о предметах как вообще x нет z c как вообще крутить бляге 123 не жили стрелкой и опыт надо будет поменять обязательно на какую-нибудь кнопку так и например урон вызвать кровотечение допустим как со стримера получили ранний доступ от издателя ну а вернее на данный момент от не издателя дистрибьютора софт клуба который является может и издателем как раз в россии ну издатель же бандай нам к в игре вот дистрибьютор в россии софт клуба и кто участвовал бы этим это тут вообще ни при чем абсолютно что сегодня раскашлялся так вот я хочу я наверно буду выбирать таргет на q попробуем сейчас клалмыш поменять инфигурацию вот вот q мне не нужен для я я центральной кнопкой попользуюсь сми чары молитву сменить предмет давайте сменить предмет буду на q пожалуйста проверьте теперь сбросить отлично все отлично теперь к ее меняют у меня есть могу быстро менять схилки на ну щит может и стоило факел купить лин факел надо было взять волк еще раз волками я сомневаюсь что они френдли ну не упал то как вот кут главный древний а у хорошо давайте сюда для какие будут туда-сюда мамка волков макс сложность конечно треснувший горшок почему-то в ключе добавился я думал это как раз те самые горшки которые нужны для также темно это чё такое пещерный мох ой привет так давайте попробуем лечение кстати сильно хиляет ну довольно медленно начнем с этого а так он бедняка серебряный светлячок три штуки пять штук и вольных светлячков связящийся камень встречает слабый свет материал создание предмет так темно но явно в пещеру надо как бы с факелом уже ставлю на то что в этой пещере будет прям древний волк какой-нибудь боссом там кстати сзади ахаха ахаха лайк с попробуем сфера человек из парум азувы Ну, меч у него интересный Я думал, будет 2 атаки Ага Я думаю, в начале вполне можно за счетом немножечко пряться Не знаю, что это было, но было похоже на призыв мобов Нет? Просто прик Ага Ага, иди нахер Ааа, настолько далеко Майл Есть По хилке на старте всего 4 Одна из них типа в ман, но поэтому Абсолютно нельзя давать вам больше одной атаки Ау Ну что О, знакомые паттерны Ааа, иди нафиг О, это же та быстрая атака О, первый есть Талисман огненного дракона Похоже на щит Вернуться ко входу Микро донжик Воливадарис Нет, это не было щитом Это именно талисман, видимо Где у меня Амулетная Ага Улучшать сопротивление огню Типа Ладно Может пригодится Че-нибудь еще Это походу нет Снова перекачанный Пришел Блин Атаки довольно интересно И разнообразные По-моему у него где-то Три атаки было Да, это как-то Скорее какой-то мини-босс Наверное Правда Ждать до утра И Сначала положено Первый босс Типа Первый данж Зачищен Я не знаю Правильно Описать пока что Ну Норм Причем Пролог явно не пройден Да, потому что У нас даже лошади еще нет Продолжение следует... Продолжение следует...